А теперь погнали к кроликам. Под крышей клетки с крышей. Смотрите, какие красивые кролики. Очень продуктивная порода. Стенку они тоже могут запросто прогрызть. И мне пришлось его заменить на металлический. Представляете? Потому что они переворачивают все. Открываем и здесь доступ к комнатке. Ой, сидит мамаша, сидит. Всем привет, дорогие друзья. С вами Василий Блокин-Мечталин и моя жизнь в деревне. Настало время поговорить о кроликах. Смотрите ролик до конца. В своем ролике я расскажу про породу баранчик, породу кроликов. Как кормить, когда кормить, какие прививки делать. И расскажу, как содержатся кролики на моем скотном дворе. Дорогие друзья, я не являюсь профессиональным фермером. Я выращиваю животных, занимаюсь животноводством для себя, для души, для своей семьи. Поэтому, если у вас будут какие-то полезные советы, обязательно пишите в комментариях. Мне очень интересно. Своих кроликов я содержу под навесом. Навес у меня пристроен к сеновалу. И настоятельно вам рекомендую выращивать кроликов под навесом. Потому что зимой очень упрощается жизнь. Не нужно постоянно чистить клетки, убирать снег. Более того, кроликам намного комфортнее. Нету сильного ветра, дождя и палящего солнца. А кролики любят прохладу. Они не любят находиться на палящем солнце. В целом, кролики очень легко переносят морозы. Поэтому многие их содержат на улице. Но все же, если исключить сильные ветра, сильные перепады температур, а навесом мы их исключаем, то кролики лучше размножаются, меньше болеют и дольше живут. Друзья, пойдемте, приглашаю вас под навес. Своё хозяйство 4 года назад я начинал с кроликов. Это был мой первый опыт. И, насмотревшись в интернете, я сделал вот такие домики с крышей. И в таких домиках на улице я изначально содержал кроликов. Столкнулся с рядом проблем, которые я озвучил вам ранее. А это чистить постоянно снег. Кроликам все-таки было холодно, когда зимой дул сильный ветер. И, в целом, когда светило яркое солнце, им было жарко. И я принял такое решение сделать навес, когда восстанавливал старый скотный двор, и под навес убрать клетки. Так как у меня клетки оставались уличные, то сейчас вы можете видеть под навесом уличные клетки в количестве двух штук с крышей. Поэтому, если у вас будут вопросы, зачем под крышей клетки с крышей, дело в том, что они делались изначально для улицы. Потом я уже модернизировал. Клетки, крольчатники. И сделал их без крыши. Она мне не нужна. Потому что они стоят под навесом. И, в целом, вот такая конструкция клеток для содержания кроликов вполне себя оправдывает. Совершенно новая конструкция. Делали своими руками. Местный мастер. В целом, довольно-таки бюджетно получается. Использовали USB, сетку металлическую, профиль, бруски. Пол я сделал каким образом? Я содержу поросят и купил специальный пол для поросят. Для того, чтобы было легко мыть, чистить, убирать. Прям керхером. Пол этот вот такой дырявый. Можно так его назвать. Из прочного пластика. Но поросята у меня такие огромные вымахали, что они начали проламывать этот пол. И мне пришлось его заменить на металлический. Представляете? А оставшийся пол я использовал для клеток у кроликов. Итак, по поводу породы. Почему именно баран? Это французская порода. И читал по истории, что с 1850 года эту породу разводят во Франции. Почему именно эту породу? Она считается, и я с этим полностью согласен. Пойдемте. Очень продуктивная порода. Почему продуктивная? Потому что у нас максимум крольчиха рожала 12 крольчат. Конечно, далеко не все выживают. Может быть такое, что из 12-ти 6-7 крольчат выживет. Но это в пределах нормального. Кролики очень красивые. И как я уже сказал, через 9 месяцев можно пускать кроликов, крольчих к самцу. И через 30-32 дня они уже приносят потомство. Смотрите, какие красивые кролики. Мы покупали изначально двух кроликов. Мальчика и девочку. Я предполагал, что купил чистокровную породу. Но так как мы уже содержим 4-й год кроликов, это уже даже не знаю, какое поколение, то обратите внимание, что окраска у них совершенно разная. Наверное, они уже у меня не породистые. Но в целом, я вполне доволен размножением этих кроликов. Вполне доволен качеством мяса. Они очень ранние. Поэтому никаких проблем нет. Они не болеют. Хотя многие пишут, что очень часто болеют, погибают. Но мы делаем прививку от миксоматоза, ассоциированную раз в 3 месяца. Поэтому могу вам рекомендовать делать такие прививки. Сколько? 4-й год развожу кроликов. Проблем никаких с ними не было. Но опять же, я вам говорю, что выживает 7-8 кроликов. Но бывает такое, что и 5 выживает, и 4 выживает. То есть здесь больше зависит все-таки от времени года, от обстоятельств. Но в целом, если 12 кроликов, крольчиха рожает, то если выживет 8, это здорово. Может выжить и меньше. Значит, чем привлекательны такие клетки? Ну, во-первых, клетки нужно делать обязательно. Обратите внимание, как я уже говорил, из металлической сетки, потому что они грызут, будь здоров. Обратите внимание, что они делают с деревом. Они деревяшки, он грызут все. Поэтому стенку они тоже могут запросто прогрызть. Из-за этого клетки делаются металлические. Дальше сюда лиса может забежать. Если лиса забежит, то спастись можно только металлическими клетками. Почему у меня вот здесь клетки внизу? И чтобы чистить под кроликами, они поднимаются. Дело в том, что эти клетки у меня стояли на улице, и лиса могла забраться снизу и начать кроликов царапать, ранить, и не дай бог занести какую-нибудь заразу к ним. Потому что пол здесь тоже из строительной металлической сетки сделан. Поэтому лучше такой пол и делать. Очень удобно убирать под кроликами. У меня здесь бетонное основание, бетонная плита. Ее удобно чистить щеткой, совком. И довольно-таки удобно все убирать. Здесь у меня роддом. Я называю это помещение роддомом. Он устроен такими квартирками, я это называю. Для того, чтобы самку беременную можно было сюда отсадить. Кстати, самки очень большие. Самка здесь с малышами, никто ей не мешает. Лучше руками не трогать малышей, потому что иначе малыши могут погибнуть. Я сейчас закрою, чтобы они не погибли. И не будем нервировать. Вот эти малыши только что родились. И очень удобно кормить. Здесь такой есть бункер. Открываем. А кормим мы наших кроликов комбикормом. Даем ячмень, пшеницу, даем капусту свежую, даем свежие овощи, а также свежескошенную траву. И очень удобно в бункер мы закладываем траву. И даже через бункер аккуратно в кормушку можно заложить комбикорм. Кролику нужна обязательно. Запомните, свежая вода. Всегда. Кролик очень чувствительный к воде. И посуда, она должна быть металлической, тяжелой, чтобы кролик ее не перевернул. Потому что они переворачивают все. Кстати, надо запомнить, что кролики очень активны ночью. А днем они отсыпаются. Тем более, у них очень большой вес. И они вообще в целом довольно-таки ленивые животные, как казалось бы. Тем более, порода баран. Баранчик. Самка может весить до 5 килограмм. А самец, как ни странно, чуть меньше. 4,5 килограмм. Но это скорее максимальный вес. Сейчас отдельные комнатки для наших рожениц. И в каждой комнатке есть еще маленькая комнатка. Темненькая. Куда может самка вместе с малышами залезть. И, как правило, сразу после родов малыши под самкой лежат вот в этой маленькой комнатке. То есть, здесь есть одна большая комната, где они кушают. Гостиная, можно так ее назвать. Где комбикорм, где вода, где в бункере свежая трава. А есть маленькое отделение, отдельное. Кстати, к нему можно в задней части подобраться и открыть. Пойдемте, покажу. Вот такая дверка. Открываем. И здесь доступ к комнатке. Ой, сидит мамаша. Сидит. Это отдельная комнатка. В нее как раз с большой комнаты мамаша попадает. И отсюда можно обслужить, посмотреть, что там происходит. Родила, не родила. Все. На сегодняшний день количество кроликов у меня 8 самок, 25 молодняка и 1 самец. Ух, повезло ему. Итак, подытожим. Кроликов я содержу и рекомендую содержать под навесом. Если говорить о клетках, то, по моему мнению, самый простой, самый экономичный, долговечный вариант постройки клеток. Вы его видите. Очень удобно бункер делать снаружи, чтобы, обратите внимание, сюда загружать свежую травку. Ну, а уже через клетку мы даем комбикорм в кормушке. Кормушки у нас прикручены к стене. Они никуда уже не денутся. Кролики эти кормушки не снесут. И в кормушки мы добавляем комбикорм. А воду, как правило, мы наливаем только свежую. И желательно выбирать тяжелую посуду. Лучше вообще металлическую, чтобы кролик ее не прогрыз и не перевернул. Каким образом мы делаем пол? Пол делаем либо из строительной сетки, либо, как я, если вдруг у вас есть вот такой пол от просят. Потому что очень удобно убирать. Не надо в клетку лезть. Мы с вами видим, что все, значит, продукты жизнедеятельности наших кроликов попадают вот сюда, на крышу нижнего этажа. И крыша это под наклоном. И все это дело скатывается назад на пол. И очень удобно убирать щетками. Проблем никаких нет. Точно так же устроен и нижний этаж. Тоже здесь первое. Вы можете поставить поддон, который будете вытаскивать. Но мне неудобно. Я поддон убрал, потому что поддон тяжело вытаскивать. Он большой, огромный, деформируется всегда. Поэтому у меня сделан небольшой наклончик. И по этому наклончику, пожалуйста, все уходит на пол. Из пола легко убирать. Кролик породы баран я могу рекомендовать. Потому что очень вкусное мясо. Потому что он не болеет, если правильно за ним ухаживать, хорошо и вовремя кормить. Но не перекармливать. Потому что от этого кролику тоже может быть плохо и мясо будет невкусное. Самка вырастает до 5 килограмм. Максимум самец до 4,5 килограмм. Через 9 месяцев самка может приносить потомство. После того, как она забеременеет, проходит 30-32 дня. И она может родить до 12 кроликов. Если 8 останется в живых, это очень здорово. 5-6 это, скажем, норма. По моему опыту и по моей практике. Ну и, конечно, обязательно делать прививку раз в 3 месяца для кроликов. Кролик породы баран долгожитель. Может жить до 7 лет. Представляете? Но в целом дольше 3 лет нежелательно. То есть рожать им можно через 9 месяцев. А после 3 лет уже нельзя. Дело в том, что через 3 года кости тазовой области у крольчих соединяются так, что при следующих родах она уже не может обойтись без помощи. Поэтому в нашем случае после 3 лет к самцу мы не допускаем. Товарный вес тушки кролика 2,5-3,5 килограмма. Конечно, не обязательно дожидаться, когда самец будет весом 4,5, а самка 5 килограмм. Это скорее исключение. 2,5-3,5 килограмма это товарный вес, когда можно уже кролика забивать. Ну, а для чего я выращиваю кроликов? Вы можете посмотреть на YouTube-канале «Жизнь деревни с Блокином мечтальным» в предыдущем ролике, который так и называется «Кролик в казане». Переходите, смотрите, ведь это даже лучше, чем курица, дорогие друзья. Ну что, я думаю, что на все вопросы по содержанию кроликов я вам ответил. Если вдруг не на все, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Либо сниму дополнительное видео. Но сегодня я хотел вам рассказать, как я вместе с моей замечательной командой содержу кроликов на скотном дворе и что в итоге мы из них делаем. Если видео понравилось, поддержите меня, поставьте лайк, подписывайтесь на канал «Жизнь деревни с Блокином мечтальным», нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok